всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео мы продолжаем тематику автоматизируя это и рассмотрим такой плагин от фирмы waves который называется real и дети это такой скажем плагин модуляции который позволяет немножко сделать такой эффект хоруса но таким скажем так ручным методом то есть здесь за снова взята алгоритм с пишущими и считывающими головками как на старых пленках и ну например это на и берут это плагин из серии и берут studios и там использовали такой метод чтобы создавать такую некую искусственную задержку и за счет этого делать такой хорус эффект я этот плагин поставил на синтезатор так звучит сам по себе без плагина я отключил всю модуляцию на самом звуке чтобы она нам нас не сбивала и послушаем как тебе звучит real и дети сам по себе то есть у нас здесь есть source это как бы исходный звук и и дети это вот это собственно пишущая головка которую мы можем замедлять или наоборот ускорять относительно основного сигнал таким образом мы как бы расстраиваем по времени копию сигнала и плюс у нас еще здесь есть функция warry speed который как бы еще и дрожит то есть она туда сюда вокруг этой считывающей головки скажи так варьируется за счет этого такой дополнительный хорус эффект то есть это мы можем вручную сдвигать и можем собственно настроить вот здесь лфо который будет управлять вот этим сдвигом то есть можно настроить такой интересный хорус эффект который ну реально по сути контролируется вручную также здесь есть панорама то есть можно source исходный сигнал с панорамировать куда-нибудь там левее а вот этот сигнал уже измененные провели бы их оставить посередине то есть это уже разные варианты и также можно здесь включить drive drive как исходного звука так drive и только вот этого задержанного звука то есть хоруса то есть мы можем исходный звук оставить нетронутым drive оставить таким вот ну точнее повторы сделать более грязным давайте попробуем разные варианты я не просто так взял этот плагин именно для категории автоматизирует а потому что здесь по сути реально можно очень много чего автоматизировать настроить разные параметры и по сути добиться реально интересного хоруса который еще и управляется в реальном времени по поводу реального времени сразу скажу я уже назначил каждый из основных вот этих вот параметров на те или иные ручки в smart controls а эти ручки привязал к своему внешнему контроллера то есть я могу на контроллере в реальном времени какие-то параметры менять и вот они будут на плагине тоже меняться то есть это очень удобно вот я привязал элфа рейд of a range ну мы сейчас все это бы пробовать позицию то есть те параметры которые как я посчитал можно реально автоматизировать и в этом будет смысл мы сейчас это попробуем сделать все в реальном времени то есть я буду крутить скорее всего ручки на своем контроллере чтобы как-то так все это было более живо и посмотрим как будет от этого меняться звучание давайте для начала поставить какие-то некие базовые настройки от кругом отталкиваться хоть интересный звук попробуем поймать то есть к примеру я поставлю source посередине чтобы у нас сигнал был при этом можно также здесь настраивать громкости относительные повторного сигнала относительно исходного сразу скажу что здесь входной сигнал сразу суммируется в моно потому что здесь подается моно сигнал и к нему еще подмешивается в стерео но не все ли точнее тоже моно его копия и мы уже их в стереополе можем расставлять вот этими ручками то есть у меня здесь сам синтезатор изначально был стерео но ну здесь суммировался в моно и к этому моно сигналу добавляется моно копия которым мы расстраиваем по времени то есть поэтому звук такой стал более узкий но зато мы можем потом source и вот это собственно задержанный сигнал расставить по панораме и сделать обратно стерео но уже такое измененное соответственно чем быстрее я кручу вот эту ручку или варис пит например на контроллере если взять то тем будет так более заметен от хорос эффект ну думаю идея понятна друзья вы давно просили нас и мы это сделали самое выгодное предложение специально для вас представляем вам пожизненный доступ к базе курсов школы logic pro help причем как уже вышедшим курсом так и к тем которые появятся в будущем как это работает спросите вы все очень просто вы приобретаете определенное количество курса кредитов 30 50 или сразу 100 зафиксированную сумму а потом по запросу обменивайте их на интересующий вас курс мы в ту же секунду пришлем вам выбранный курс из нашей коллекции а доступ к нему останется у вас пожизненно при этом вы сами решаете в каком порядке и в каком количестве запрашивать курсы вы можете сразу запросить все что уже было выпущено школы logic pro help на данный момент а можете запрашивать порционно оставляя часть кредитов на будущие курсы все максимально гибко вы смотрите изучаете только то что вас интересует при этом вы фиксируете за собой самую выгодную цену в перерасчете на один курс кстати пожизненный доступ можно также приобрести и в рассрочку переходите по ссылке в описании и узнайте подробнее как это работает а также узнаете о подарках которые ждут каждого купившего пожизненный доступ не откладывайте обучение на потом начните прямо сейчас попробуем поиграть с разным параметром здесь также есть еще сама позиция то есть насколько сам этот сигнал задержан то есть меня назначено это на отдельную тоже ручку соответственно чем они дальше друг от друга тем естественно больше эффект хоруса так как задержка больше ну и также это получается такой некий дабл эффект то есть когда мы перемещаем позицию и когда мы перемещаем варисpeed мы по сути такую делаем двойной хорус то есть мы сперва перемещаем как сам сам задержанный сигнал так еще его отклонения то есть у этой головки получается вообще двойная двойное воздействие сейчас я кручу две ручки сразу внизу это видно на smart controls послушаем лфо range это насколько у нас вот это плавающая головка будет все отставать по времени то есть точнее то отставать то опережать то есть изменение просто по времени в вариации сильно наверно не стоит увеличивать потому что звук такой становится очень неестественно видно что она прям дергается очень сильно ну то есть тоже скорее для каких-то спецэффектов то есть ускорить рейд поэтому это не очень музыкально поэтому я оставлю range где-то на единице наверное самом начале а вот уже скорость лфо рейд буду ускорять так вот этот эффект хорус у нас становится более явным когда большой рейд и более плавным когда у нас маленький рейд и и и и и и и так я сейчас в несколько заходов пропишу на что этот квадрат изменений я сперва буду регулировать параметры варис пит и вот этой самой головки плавающий а потом пропишу изменения лфо и потом пропишу изменения панорамы так ставим режим плач и запускаем воспроизведение так цикл не буду ставить так сейчас попробуем то же самое сделать с панорамой так сейчас немножко не то сделал не те параметры которые хотел изменял так это я удалю это я тоже удалю так панорама у меня это первые две ручки так вот с них и начнем и и так и попробуем поменять чисто скорость лфо постепенно и и также здесь еще параметр драйв но я не буду сейчас его прописывать просто в реальном времени во время воспроизведения попробуем его поменять вот у меня есть отдельная ручка драйв для исходного сигнала и драйв для повтора и так и а и ну вот принципе такой получается такие эксперименты то есть можно сделать реально очень интересный хорус эффект то есть если это все делать не на бум как я сейчас сделал как-то более продумано и спланировано можно действительно сделать интересный хорус который со временем меняется то есть он не стандартно работает как любой другой хорус который просто поставил настроил один раз и он работает а как-то видоизменять то есть можно изменять диапазон насколько у нас отличается вот эта копия сигнала можно изменять еще вот эту варисpeed сам то есть насколько он чуть-чуть варьируется в реальном времени далее можно изменять скорость вот этой вариации панораму исходного звука и вот этого дабл трека скажем так искусственного ну и в принципе наверное все то есть это то что можно реально прописать автоматизация в драйве я лично смысла не вижу то есть я мне кажется что drive это такая вещь не для автоматизации а больше для какого-то такого начального выставления если вы хотите чуть чтобы звук был более подгруженный ну например суд для этого синта это не очень подходит но для вокала может быть был прикольно так перегрузить звук чтобы он такой был более винтажно звучал вообще эта машина использовалась именно для создания таких дабл треков чуть подгруженных то есть когда у вас есть исходный звук и вы из него делать такой как у не некий дабл то есть получать такой хорусный голос это использовалось раньше особенно там 60 70 на вокале часто такая методика но я решил это попробовать сделать на синтезаторе потому что на таких синтезаторах хорус эффекты очень популярны вот но если базовый хорус немножко скучно звучит то здесь можно все это варьировать и прям сделал так что весь трек у вас по сути будет звучать разных хорус за счет автоматизации что тоже очень интересно вот соответственно из панорамы точнее из автоматизации здесь вижу ручки панорамы подходят для этого дела естественно варе speed естественно положение вот этого дабл трека искусственного изменение рейд лфо range ну не особо вижу смысл только если делать такой некий шумовой эффект итоге получается из восьми параметров ну где-то 66-5-6 параметров получается можем реально автоматизировать драйва я смысла не вижу также можно поиграть конечно с громкостью то есть переназначить вместо драйва сделать изменение громкости и поиграться с относительным балансом между исходным звуком и его вот это за опоздающей версией возможно тоже будет интересно но в целом остального как бы больше здесь автоматизировать особо ничего то есть но в принципе плагин очень интересный советую им пользоваться если он у вас есть в арсенале интересный плагин потому что обычные хорусы игру бывает очень так либо в миксе теряются из-за того что они слишком одинаковые линейные слух уже перестает их воспринимать миксе а вот за счет таких вот каких-то изменений которые можно прописать для разных частей песни более активные или более плавные таким образом можно добиться реально очень интересного хорус эффекта либо опять же сделать какой-то интересный дабл трек на вокал то есть если у вас есть вокал который записан одиночной дорожкой можно с помощью такого трека сделать такую скажем дабл трек к нему подмешать искусственный который еще и будет постоянно меняться то он будет сильно отставать от оригинального то он будет чуть ближе к нему то есть таким образом этот эффект дублирование и хоруса будет со временем постоянно видоизменяться то есть тоже достаточно интересный эффект ну что если у вас какие-то остались вопросы или пожелания какие-то идеи касаемо этого видео пишите в комментариях обязательно не стесняйтесь и если у вас будут какие-то еще идеи по поводу какой плагин мне попробовать а также потестировать с точки зрения пригодности для автоматизации то пишите также свои предложения я с удовольствием их рассмотрю и попробую если метод плагин есть в наличии попробую с ним поработать для дальнейших видео с вами был дмитрий урсул всем успехов в творчестве экспериментируйте и достигайте отличных результатов увидимся с вами следующих видео всем пока